здравствуйте дорогие мои друзья соратники случайные и не случайные зрители но и конечно же оппоненты в этом выпуске я продолжу свой рассказ который выходит под общим заголовком и в отдельной рубрике которая называется аномалия западная лица но перед этим по уже сложившейся традиции я вынужден вернуться к своему предыдущему выпуску дабы прояснить некоторые двусмысленные моменты которые возникли благодаря моим оппонентам я считаю важным потратить на это какое-то количество времени и так давайте с самого начала уважаемые оппоненты скажите а для кого я это пишу и для кого с некоторых пор и размещаю это объявление в каждом своем ролике ну а теперь давайте определимся с терминологией аномалия это отклонение от нормы от общей закономерности неправильность аномальные явления это психофизические феномены существование которых не имеет научных доказательств и находится за пределами современной научной картины мира к ним относятся только те феномены существование которых не является доказанным с другой стороны такое явление как плазмоид или шаровая молния не относят к аномальным явлениям хотя она остается необъяснимым явлением поскольку ее существование не ставится под сомнение по-моему то что я сейчас озвучил очень точно объясняет то чем именно я занимаюсь а свои исследования я провожу исключительно в рамках научного метода научный метод это система категорий ценностей регулятивных принципов методов обоснования образцов и так далее которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество метод включает в себя способы исследования феноменов систематизацию корректировку новых и полученных ранее знаний умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических наблюдаемых и измеряемых данных об объекте базой получения данных являются наблюдения и эксперименты для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории на основании которых в свою очередь строится модель изучаемого объекта важной стороной научного метода его неотъемлемой частью для любой науки является требование объективности исключающее субъективное толкование результатов не должны приниматься на веру какие-либо утверждения даже если они исходят от авторитетных ученых для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений обеспечивается доступность для всех других ученых всех исходных данных методик и результатов исследований это позволяет не только получить дополнительные подтверждения путем воспроизведения экспериментов но и критически оценить степень адекватности экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории и да я действительно допустил оплошность посчитав вас людьми так сказать де юре образованными но де-факто выяснилось то что вы не разбираетесь даже в элементарной терминологии более того как выяснилось у вас достаточно серьезные проблемы с восприятием вы не способны отличить утверждение от вопроса предположение от доказательства а сложные предложения состоящие более чем из трех слов вы вообще не способны воспринимать и в качестве наглядного примера я прочитаю вам сейчас один выдающийся комментарий который ну никак не может исходить от человека на которого другие исследователи ссылаются как на краеведа цитата что меня удивляет в водке так это то как местный а вы называете себя местным мог озвучить такую галиматью я прожил в городке 33 года с 1968 по 2002 год он строился на моих глазах я истоптал все вокруг если бы вы что-то хотели узнать о городке вы бы связались с первыми выпускниками школы узнали бы о первых учителях и посмотрели бы фотографии они несли ахинею о немецких роялях и доме один на линкома дошедшим к нам из мхом покрытого прошлого редкостная чушь что он сказал проверьте текст какие сисенки вот и у меня от прочитанного возникла практически такая же реакция потому что в том самом выпуске я задавал вопросы демонстрировал наглядные факты и не делал никаких выводов и лишь в конце выпуска на вопрос а почему городок построили именно там где построили хотя на мой взгляд есть более удачные места и я их показал я произнес фразу но это же очевидно и продемонстрировал карту на которой изображено то самое александровское шоссе а дате строительства который неизвестно ровным счетом ничего второй вопрос заключался в следующем почему дома строительство которых началось в 1 1958 году как утверждают официальные источники и возникли эти дома не единомоментно а по очереди и в промежутке примерно десяти лет выглядели так как будто бы их построили гораздо раньше причем это касается не только их внешнего вида но и внутренних коммуникаций и ответ на этот вопрос я все-таки получил но уже позже нежели чем вышел сам выпуск но этот ответ я опубликую немного позже также меня интересовал вопрос о титанах и дровяных печах и вопрос то по сути заключался в отсутствии топлива и как выяснилось впоследствии помещение под топлива были предусмотрены в виде каких-то секретных комнат в подвале и сараев из этого следует вывод что данные хранилища были известны и доступны далеко не для всех и по этому поводу даже есть анекдот умирает русский и американец ну и оба попадают в чистилище на входе их встречает апостол петр и спрашивает вы в какой от хотите попасть есть два варианта капиталистический и социалистический капиталистическом вам каждое утро нужно съесть одно ведро дерьма а потом вы полностью свободны делайте что хотите зациалистическом аду примерно то же самое только скушать надо 100 ведер ну и американец естественно выбрал капиталистический от а советский человек социалистический. И ровно через тысячу лет они встретились. Ну и советский человек спрашивает американца. Мол, как дела, Джон? Нормально, отвечает Джон. Поначалу было трудно, но через сто лет я привык. А потом мне и совсем начало это нравиться. Везет тебе, говорит Иван. А я вот его даже так и не попробовал. Почему не попробовал? Да понимаешь, Джонни, ад-то социалистический и каждый день одно и то же. То ведра дырявые, то дерьмо не привезут. А еще был немецкий рояль. И я, если честно, не понимаю, почему мой оппонент так возбудился по этому поводу. Смею предположить, что это какая-то личная фобия. Причем я так и не понял, что именно смущает. Наличие старого рояля, или то, что этот рояль был не только старым, но еще и немецким. То есть моего оппонента нисколько не смущает наличие просто какого-то немыслимого количества немецких опорников, расположенных в округе. А роялем, наверное, придавило. Ну и естественно, я как человек, старающийся быть культурным и вежливым, задал оппоненту один единственный вопрос. Осмотрел ли мой выпуск уважаемый оппонент? Или же о нем ему кто-то рассказал, преднамеренно исказив всю информацию? Ответ был неожиданным и примерно вот таким. И вот вы сейчас, дорогие мои зрители, справедливо возмутитесь и скажете, мол, автор, но зачем ты тратишь свое и наше время на вот это вот? Вот честно вам скажу, да не собирался я тратить на это время. Более того, после комментария, который содержал явную клевету в мой адрес, я просто взял и забанил этого краеведа. Но история на этом не закончилась. Я сейчас не буду подробно рассказывать, что происходило далее. Тем более, все это есть у меня на странице ВКонтакте. Особенно та доказательная база, которая у меня лично вызвала ну просто дикий восторг. Ну а так как мое терпение тоже имеет границы, я решил, что ладно, я потрачу свое и ваше время на вот это вот все, дабы больше к этому не возвращаться никогда. Ну и прежде чем озвучить логичную, на мой взгляд, версию, которая вполне может объяснить аномальное старение домов, я процитирую то, что мне удалось обнаружить на официальном портале нашего городка. Исполнительный комитет Кольского района Совета депутатов трудящихся направил 25.12.1962 года в Мурманский обл. исполком письмо со следующим текстом. Кольский райисполком своим решением от 9.6.62 года присвоил новому населенному пункту название Заозерный. Он расположен в районе реки Западная Лица. А теперь внимание! Поселок застроен каменными 80-квартирными домами. Имеется школа, 480 мест, почта, сберкасса, столовая, магазины и другие учреждения для обслуживания трудящихся. Проживает в поселке более трех тысяч человек. Решением исполкома Мурманского областного совета депутатов трудящихся от 10.01.1963 года населенному пункту, расположенному в районе реки Западная Лица Кольского района, присвоено наименование Заозерный. Ну и как прикажете все это понимать? Как я по тебе скучал! Если это не аномалия, то что тогда? То есть 28 августа 1958 года план по застройке был согласован. Через некоторое время началось строительство. И буквально через три года возникают 9 80-квартирных дома. Почему 9? Элементарная математика. Берем семью, состоящую из четырех человек, умножаем на количество квартир, получаем условную цифру 320, потом берем население 3000 человек и делим на это число. Ну и как итог мы получаем цифру 9,375. Ну а теперь главный вопрос. Покажите мне, где находятся эти восьмидесяти квартирные дома. Господа краеведы, ау-у-у, ну это же так просто. Заходим на сайт дом.минжкх, выбираем жилой фонд в Заозерске и смотрим. И тут все просто. Нас интересуют дома, построенные до 1963 года. И вот тут начинается самое интересное. На четвертой строчке мы видим дом, который построен в 1958 году. И находится этот дом по адресу улица Генерала Чумаченко, 8. Нажимаем, и появляется более подробная информация. Сведения о доме. Количество жилых помещений – 24, количество подъездов – 2, наибольшее количество этажей – 5, год ввода в эксплуатацию – 1958. Ну и как прикажете это понимать? Я еще понимаю, если бы речь шла о панельной хрущевке. Но это кирпичный капитальный дом. И я напоминаю, что 28 августа проект по застройке был только согласован. А годом ранее, буквально в конце апреля, на берег сошла изыскательская группа. И даже если строительство этого дома началось сразу же после утверждения плана, то этот дом должен был появиться за 3,5 месяца. Причем со всеми коммуникациями. Уважаемые строители, может быть, хотя бы вы внесете ясность по этому вопросу. Ну а мы с вами, дорогие зрители, на примере этого дома выяснили, что ни о каких 80 квартирах здесь речи не идет. Смотрим дальше. Улица Ленинского комсомола, дом 20. 36 квартир, количество подъездов 4, этажей 5, год ввода в эксплуатацию 1962. А тут знаете, что интересно? Серия тип постройки здания индивидуальный. А вот это как понимать? Опять же, если у дома на Чумаченко есть хотя бы серия 8 дробь 7, то тут получается какой-то индивидуальный проект. Ну а квартир, как вы сами видите, 36. И на этом все. Далее по списку уже идут дома, более поздней постройки. Я вполне допускаю, что в данный реестр вошли не все дома. Что-то забыли, что-то пропустили. Но речь-то ведь совсем не об этом. Где те самые 80-ти квартирные? Ну а теперь я хочу перейти к вопросу. А почему же дома уже тогда, а это период конца 60-х и середина 70-х годов, исходя из опроса жителей, которые проживали там именно в это время, мои личные воспоминания начинаются где-то года 75-го. Эти дома уже в тот период выглядели одинаково старыми, хотя строились в разный период. Я задал этот вопрос специалисту, а именно архитектору. На что он мне ответил, что ничего сложного в этом нет, просто нужно поехать в глушь, затем разобрать старый сруб и сортир с хлебом на доске, и вот уже из этого стройматериала построить что-нибудь другое. Потому что завозить новый стройматериал будет долго и дорого. Эта технология известна давно и применяется часто. Но первыми ее применять начали американцы, ввозя к себе английские и европейские замки, разбирая их буквально по кирпичику. И на мой взгляд, эта версия вполне разумная. Она, по крайней мере, объясняет, как можно добиться такого эффекта. Ну а косвенным доказательством может послужить вот эта фотография, на заднем плане которой мы видим какие-то руины. А есть еще одно строение, которое сохранилось до наших дней. И я надеюсь, что именно это строение может послужить ответом на волнующие меня вопросы. Но для этого мне придется провести определенный сравнительный анализ. И сравнивать я буду кирпичи. И что-то мне подсказывает, что результат будет интересным. По крайней мере, я надеюсь, мне будет понятно, откуда брали стройматериал. Но об этом я расскажу вам уже после того, как проведу свои исследования. Ну а на данный момент мы имеем еще больше вопросов, нежели чем ответов. Во-первых, до сих пор непонятно, когда же началось строительство дома по адресу Чумаченко, дом 8. Во-вторых, непонятно, а в какой реальности находятся те самые 80-квартирные дома. Потому что в этой реальности их нет. А что же говорят нам очевидцы, то есть сами изыскатели? Может быть, они приоткроют завесу тайны? Ведь они стояли у истоков. Позвольте, я процитирую вам отрывки из воспоминаний архангельского Игоря Всеволодовича. Полную версию вы можете прочитать, как, впрочем, и все остальное, чем я руководствуюсь, в описании. Цитата. В той местности с военных лет сохранились дороги, которые неожиданно начинались и также неожиданно заканчивались. По ним можно было долго идти, а потом оказаться на том же месте, с которого начинали свой путь. И еще там находили много оружия. Винтовки со сгнившими прикладами, пулеметы, минометы, противотанковые пушки, патроны, мины и снаряды. Когда мы изыскивали трассу автодороги от военного городка в западной лице до шоссе Мурманск-Печенга, нашим изыскателям были приданы два сапера из подразделения морской пехоты. Рослые широкоплечие парни в черной форме морских пехотинцев очищали нам путь не только с поверхности. В месте бурения скважин они проходили шурф глубиной один метр. Ниже гарантировалось отсутствие мин. Обезвреженные мины и снаряды они почему-то складывали в палатки под своими койками. За проходку шурфов мы немного приплачивали ребятам. Они очень радовались неожиданному заработку. В западной лице велось бурение на акватории той же бригады, что и в Полярном. Еще приехали буровые мастера Иван Борисович Трофимов, заядлый рыбак и охотник, и Эдуард Владимирович Карлсон, исключительно добросовестный и скромный труженик. Одновременно с бурением на акватории мы вели монтаж оборудования на вершине сопки, близи реки Малая Лица. Мы соорудили канатную дорогу и с помощью ручной лебедки поднимали на 100-метровую высоту трубы и горючее. Но вначале собирали все оборудование на ровной песчаной террасе реки Малая Лица, рядом с домиком пастуха, дяди Миши. Но где находилось колхозное стадо, которое он пас, для меня так и осталось загадкой. Буровой станок ЗИВ-150 был воодружен на сопку вертолетом. После монтажа бурового станка мы начали бурение скальных пород чугунной дробью с промывкой водой. Воду брали из небольшого озера на плоской вершине сопки. Глубина скважины составляла более 100 метров. Бурили мы с целью получения исходных данных для проектирования и строительства подземного хранилища. Через 6 лет, осенью 1967 года, на песчаной террасе реки Малая Западная Лица, в том месте, где мы готовили оборудование для бурения на сопке, состоялись похороны военных моряков, трагически погибших во время пожара на первой атомной подводной лодке К-3. На братской могиле установлен обелиск с длинным списком погибших. Конец цитаты. Удивительные воспоминания, не так ли? И ни единого слова об ударном строительстве городка, а это как-никак 61-й год. Зато сколько интересной и дополнительной информации. Я думаю, что мои соратники уже смекнули, что к чему. Я сейчас о 100-метровой скважине, поэтому дело за малым. Нужно пойти, да посмотреть, что там. Да тут вообще, по этим воспоминаниям можно сделать отдельный выпуск. Одна только хижина дяди Тома, простите, дяди Миши, чего стоит. А как вам приключения Карлсона в Заозерске? Но даже не это главное. Благодаря этим воспоминаниям мне удалось определить, наконец, что это за обелиск, который изображен рядом с тремя палатками, и когда и кому он был воздвигнут. Я специально не публикую эту фотографию на моем канале, дабы не давать повода моим оппонентам, сами понимаете какого. Но на своей странице ВКонтакте я подробно все расскажу. Эту же информацию я продублирую у себя на странице в Фейсбуке. Что же касается других воспоминаний, то все они примерно такого же характера. Я сейчас говорю о тех воспоминаниях, которые мне удалось изучить за это время. Побочной интересной информации там много, но по существу прошлого и этого выпуска, к сожалению, ничего нет. Но я торжественно обещаю, что как только у меня появится информация, которая будет способна пролить свет на целый перечень заданных мной вопросов, то я и с вами обязательно поделюсь, ничего не утаивая и не скрывая. И вот на этой радостной ноте я предлагаю сделать паузу, потому что нужно много осмыслить, обдумать и проанализировать. Да, кстати, чуть не забыл. На сайте жилого фонда «Заозерска» есть еще одна любопытная информация с указанием общей площади нежилого имущества по интересующим нас домам. И вот там тоже много интересного. Ну а вы, господа оппоненты, запомните, что я за разделение труда. Кто-то должен пересаживать дерн и красить траву, ну а кто-то, как я, задавать неудобные вопросы и искать на них ответы. И все должно происходить в рамках научного метода. Ну а вам, дорогие мои зрители, я хочу пожелать здоровья, терпения и разума. Спасибо вам за внимание и всего вам доброго! Лесоруб с южного побережья Белого и Баленцевого морей. Ну, что-нибудь в камеру-то скажи, скажи. Ну, что-нибудь в камеру-то скажи. Подожди. Сейчас, мне поставить такой. Менек, поможешь? Вау! И так будет с каждым. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...